Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события из жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Безусловно, главным событием и для республики, и для Казанского федерального университета стал состоявшийся на неделе визит в Казань председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Смею предположить, что это одно из самых значимых событий года и для всей российской системы высшего образования, учитывая, что в ходе своего визита Дмитрий Анатольевич провел на площадке Казанского федерального университета Совет по модернизации экономики и инновационному развитию России, где краеугольной темой стали вопросы роли и места вузов в собственно процессах экономической модернизации. Особо стоит отметить, что если второй день визита Дмитрия Медведева в Казань был связан с межгосударственными вопросами и касался объединения усилий в сфере экономики правительств стран СНГ, то первый день глава правительства страны практически полностью посвятил Казанскому федеральному университету. В программе было знакомство с IT-лицеем, с возможностями современного по всем параметрам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с молодыми учеными, студентами и исследователями университета. Было дано много крайне важных поручений, проведен анализ успехов и обозначены пока еще проблемные точки в развитии вузовской науки. Но, на мой взгляд, крайне важно и ценно, что Дмитрий Медведев в целом, признав мировой уровень Казанского университета, совершенно однозначно признал и произнес следующее. Университет у вас знаменитый. Это было правильным решением собрать вузы в один крупный классический университет, теперь уже мирового уровня. 25 мая Казанский федеральный университет посетили участники заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В рамках визитов КФУ делегаты ознакомились с объектами инфраструктуры Казанского университета. В частности, председателю правительства представили IT-лицей Казанского федерального университета, который специализируется на информационных технологиях, робототехники и программировании, а также Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь делегаты осмотрели виртуальную клинику вуза, а также центр по разработке медицинских симуляторов. Перед началом заседания Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского федерального университета, на которой студентам выдалась уникальная возможность рассказать о научно-исследовательской жизни вуза, перспективах и дальнейших планах. Под вашим патронажем будет проводиться в октябре достаточно интересный актуальный форум открытые инновации. И в данной тематике мы бы хотели выступить с предложением, допустим, в рамках этого форума, мы бы могли силами КФУ организовать круглый столб с привлечением ведущих нефтяных компаний, российских и международных экспертов в данной области, и обсудить, собственно, возможности наши сейчас, обсудить перспективные пути развития, виноватик, так скажем, в нефтяной геологии. — Понятно. Сергей, это как раз точно осуществимо. Считаю, что такое приглашение у вас есть, и мы специально это пометим. Проведем такой круглый столб, как вы говорите, чувствуется уже, что аспирант второго года смотрит прямо в корень. Там, конечно, можно найти много интересных всяких предложений, работодателей. Это абсолютно нормально, кстати. Абсолютно нормально, потому что наши специалисты, наши студенты, аспиранты, молодые ученые, они все-таки тоже не должны сидеть и ждать, когда к ним придут, предложат какие-то там условия, деньги принесут на тарелочке, а должны сами предъявлять свои результаты. Это абсолютно нормально. Также диалог со студентами активно поддержали президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. После общения с молодыми учеными Казанского университета, работающими в высокотехнологичных научных отраслях и обсуждением вопросов трансфера технологий в экономику, Дмитрий Медведев открыл заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. И открыл это заседание весьма приятными для Казанского университета словами. Мы собрались в Казанском федеральном университете. Большой это такой серьезный образовательный комплекс. Я вот сегодня посетил разные образовательные учреждения. Здесь в Татарстане посетил сначала IT-лицей, где занимаются ребята, которые действительно так вот предметно интересуются новыми технологиями, которые, естественно, готовятся к научному будущему. Познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Далее заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме. Но съемочной группе телеканала Универ ТВ удалось взять интервью у участников заседания. Состоялось заседание Президиума Совета по модернизации и развитию экономики провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Тема была очень важная. Это студенческое предпринимательство. Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес, могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета, чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством. И какие дополнительные меры поддержки для этого требуются. И предложения, которые здесь звучали, и по нормативной базе упрощения, и по охранности индивидуальной собственности, и по привлечению бизнеса, как в каком формате это все сделать. То есть это уже практически, в общем-то, решение части вопроса, скажем так. Особенно это было ясно, когда Дмитрий Анатольевич встречался с студентами. Там звучали конкретные поручения на те ответы, те вызовы, которые есть. Роль Казанского университета очень велика, потому что федеральный университет, который был создан как федеральный в 2012 году, хотя имеющий огромную историю, он действительно один из передовых. И вот к фоу будет входить в самую пятерку пилотных вузов, которые будут осуществлять эту задачу. Очевидно, что такого рода визиты первых лиц страны носят важный прикладной характер. И в то же время открывают новые стратегические горизонты. И потому думаю, что мы будем еще не раз обращаться в наших программах к теме визита председателя правительства в Казанский федеральный университет. Но есть еще одна символическая деталь. Дмитрий Медведев посещал университет и его IT-лицей в день последнего школьного звонка. И его поздравления лицеистам знаменовали еще и важный мостик между средней и высшей школой, который не только должен укрепляться, но и органично, плавно взаимодействовать. А вообще 25 мая каждый год уже много-много лет в нашей стране миллионы людей достают детские альбомы и вспоминают, вспоминают, вспоминают тот незабываемый день, когда самый обычный школьный колокольчик закрыл их самую трогательную страницу в жизни, навсегда отменив детство. Люди могут закончить несколько вузов, поменять много мест работы и даже проживания, гражданство, языки общения, семьи. А вот повторить, переиграть нечто в школьной жизни уже не придется никогда. Это всегда бывает только один раз. В тот же день, 25 мая, и в другом лицее КФУ имени Лобачевского проходил праздник последнего звонка. Как это было? Смотрите сами. Яркие, нарядные, бесконечно счастливые. Сегодня, 25 мая, они выпускники лицея имени Лобачевского КФУ. Все учителя, родители, близкие отправляют их в новую взрослую жизнь. Традиционно в этот знаменательный день все друг друга поздравляют и благодарят как выпускники учителей, так и сами преподаватели и родители своих ребят. И вот прозвенел долгожданный последний звонок для выпускников лицея имени Лобачевского. Небольшие классы, узкие парты, бесконечная домашняя работа – все это уже позади. Осталось последнее испытание перед свободным плаванием – сдачей экзаменов. Пока молодые ребята думают о прекрасном будущем, давайте узнаем у них, чем же запомнились им школьные годы. Это класс, замечательные учителя, которые научили многому. Мы прошли вместе достаточно много сложных вещей и остались только самые шикарные воспоминания. Очень много хороших людей, из которых я совершенно точно запомнил и совершенно точно с ними еще не раз пересекусь. Естественно, было много неприятных моментов, но они без них никак. Во-первых, это школьный бал, который проводится каждый год у нас в Ратуше, где все девушки в красивых платьях. Я в лицее приобрела очень много друзей, очень много веселых моментов, которые мы потом будем вспоминать всю жизнь. Запоминать каждый день буквально, потому что действительно все детство, все подростковое время, оно такое насыщенное. Я думаю, школьный год я буду вспоминать долго, потому что, ну черт, это знакомство с прекрасными людьми, с которыми я надеюсь, что я буду общаться и потом. И учителя, это же первые наши наставники в университете, не будет такого, в университете моды на самим себе. А школа – это огромная школа жизни. И уж раз сами события нас вывели на тему школы, самое время вспомнить, что тоже весьма символично, в эти же дни в Казанском федеральном университете собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 36 стран мира и 30 регионов России. На третий – международный форум по педагогическому образованию. Учитель – это не только профессия, это еще и миссия. Это колоссальная сила примера и зарядник, который не разряжается всю жизнь в учениках, позволяющий творить, созидать, строить планы, мечтать, просто оставаться порядочным человеком. И в этом смысле качество тех, кто готовит учителей с большой буквы – задача стратегическая и наиважнейшая, если не сказать, что ключевая для любого общества. Уже третий год подряд Казанский университет на самом высоком уровне проводит форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. В ходе форума планируется найти ответы на вопросы, касающихся разработок содержания профессионального педагогического образования. В рамках форума состоятся три крупные научно-практические конференции, которые затронут вопросы непрерывного педагогического образования в современном мире, социально устойчивую и безопасную среду для детей, семейную педагогику и психологию. Вот здесь такого рода форумы – это как раз возможность сверить законодателям то, что действует, как действуют, и как на это реагируют те, кто, собственно, эти законы исполняет. В качестве спикеров выступят представители престижных вузов, входящих в сотню лучших по данным рейтинга КОЭС. Для меня большая честь быть сегодня здесь, и от лица нашей организации я хочу приветствовать вас на нашем форуме. Я благодарю за возможность участвовать в этой конференции, в этом прекрасном месте. Стоит отметить, что Универ ТВ вел прямую трансляцию форума с международным участием в области педагогики. Такого уровня мероприятия состоялось в России впервые, и не случайно площадкой для его проведения был выбран Казанский университет. Ведь именно в КФУ сосредоточен весь потенциал подготовки педагогических кадров в республике, а педагогика признана одним из приоритетных направлений. Стратегическая академическая единица учитель 21 века – яркий тому пример, представителям которой отлично известно, какого учителя уже сегодня с нетерпением ждут в школах. А свои итоги студенческого года на минувшей неделе подводили самые активные, умные и креативные студенты и преподаватели. В стенах Института управления экономикой и финансов КФУ состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа года» и ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна». Конкурс «Лучшая академическая группа года» является одним из самых популярных и престижных проектов и проводится в Казанском университете уже в 11 раз. В нем принимают активное участие все институты и юридические факультеты университета. В 2016-2017 учебных годах конкурс проводился в рамках года Лобачевского в КФУ и был посвящен великому русскому математику, первооткрывателю невклидовой геометрии, воспитателю юношества и одному из выдающихся ректоров Казанского университета Николаю Лобачевскому. Всего в конкурсе приняло участие более трех тысяч студентов и более ста преподавателей. Кто же стал лучшим из лучших? Смотрите сами. Среди избранной великой студенчества Казанского университета победители научных конкурсов нашего университета. Победители конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета действительно избранные лица вуза. Ведь лишь 43 работы было выделено среди тысяч научных исследований студентов. Очень хорошо подняли настроение, подняли самооценку, потому что наградили нас, мы не ожидали. Спасибо университету, мы очень довольны. В научных исследованиях студентам не обойтись без помощи своих главных наставников, научных руководителей. Некоторые из них работают со студентами по многу лет. Например, профессор Рафаэль Сунгатолин координирует студента Института геологии и нефтегазовой технологии уже пять лет. И за это время, признается профессор, можно успешно наблюдать развитие студента. Ведь они вместе представляют его работы на конкурсе уже четыре года подряд. Молодые люди, имея какие-то ориентиры, я думаю, что это для них очень важно. Я не говорю про материальное вознаграждение за какую-то работу, а в отношении того, что он достигает вот эти ступеньки отдельные, которые нужно всегда проходить. То есть подниматься все время вверх и зная, что вот эта цель, она существует. Вот эти вершины всегда нужно брать, поэтому мотивация это и есть вершина. Среди студентов существует стереотип, что научные работы трудно сделать интересными. Но эта мысль с легкостью опровергает исследования, представленные на награждение. Например, студентки первого курса магистратуры Института социально-философских наук и массовой коммуникации изучили тенденцию Child's Free в современной России. Мне кажется, что прежде всего все зависит от темы, которую вы выбираете. Если тема вам интересна, если она актуальна для вас прежде всего, и прежде всего от того, как вы ее подадите окружающим, публике, от того и зависит, будет она интересна или нет. Это самое главное. Вот так легко и интересно можно провести целое научное исследование, попробовать свои силы каждый сможет уже в следующем году. А сейчас в нашем информационно-аналитическом шоу «Традиционный обзор из шоурума КФУ». Здесь главным и самым ярким гостем минувшей недели стала генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ», самая яркая телеведущая российского телевидения Тина Канделаки. Тема ее мастер-класса, впрочем, звучала вполне в духе времени и в русле основных задач, решаемых в том числе и университетом, и была связана с инновациями в работе телевидения. Естественно, на примере канала «Матч-ТВ». Вот только небольшой фрагмент этого мастер-класса, который вызвал огромный интерес студентов и преподавателей и стал одним из главных трендов в республиканских средствах массовой информации на неделе. Большой спорт начал создавать киберспортивные команды, например, при футбольных клубах. Как вам кажется, собственно, вопрос? Это сиюминутное увлечение трендом? Или уже через пять лет за киберспортагу Доти мы будем болеть больше и более горячо, чем в реальном фаболе? Вы знаете, опять не согласна. Я объясню, почему. Понимаете, вот когда мы говорим про киберфутбол, дело в том, что он же все равно базируется на реальных личностях. То есть вам же интересно играть, когда вы чувствуете себя Ибрагимовичем. Вы же не играете как unknown person, вы играете как конкретно кто-то. И, конечно, футбол для меня это абсолютно древнегреческие ресталища, которые поставляли легионеров, имена из которых остались в века. То есть это некий такой футбол, это генератор мужских героев в огромном количестве. И это развлечение, этот вид спорта, он объединяет, мне кажется, единовременно при больших соревнованиях такое количество людей, которое не объединяет ни один вид спорта. И, конечно же, киберспорт, он будет, скажем так, идти за футболом, за развитием самого футбола, потому что вы, наверное, обратили внимание, что у себя в стране стал активно развивать футбол Китай. Американцы провели огромную реформу, в том числе и в образовании, потому что у них сейчас очень популярен и обычный футбол, то есть не американский футбол. У них дети играют по субботам в футбол, родители приглашают смотреть на эти игры. И это тоже очень важная история, потому что у них линкуется все с школой, с институтом, с университетом и дальнейшим воспитанием выросшим уже болельщикам. Так вот, я считаю, что никогда киберспорт, я имею в виду с точки зрения футбола, не победит, ну, во всяком случае, не на нашей жизни с вами точно, не победит реальный футбол. Ну, а если уж совсем в дебри заходить, вы знаете, я все время говорю, что я прочитала у Курцевала, что в какой-то момент будет создан искусственный нейрокортекс. Но вот когда искусственный нейрокортекс создадут, уже непонятно будет, кто там на поле играет, человек или робот. Но пока роботы не победили, реальный футбол точно в безопасности. У меня такой вопрос. В своей жизни вы выдержали большое количество критики. И удалось ли вам выявить что-либо конструктивного из нее? Конструктивное выявило одно, то, что нет невозможных вещей в жизни. Вы знаете, Мухаммед Али говорил, что такое невозможно. Невозможно – это всего лишь слово, за которым прячутся маленькие люди. Вот для меня, с точки зрения того, что я хотела делать в жизни, никогда не было ничего невозможного. Меня критиковали чаще всего люди, для которых очень понятен был этот порог. Что для них это было невозможно, то было невозможно. Я допускала ошибки. У меня были в жизни падения, у меня были в жизни взлеты. Они мне все время предрекали и говорили, что невозможно после этого падения подняться. Или если я поднимался, они говорили, что, собственно говоря, этот взлет тоже невозможен, я его не заслужила. И вот это, собственно говоря, невозможно, оно меня сопровождало на протяжении всей моей 40-летней жизни. Я же вам ответила на этот вопрос, это всего лишь слово, на которое я давным-давно не обращаю внимания. Меня волнует критика нескольких людей в моей жизни. Это мои команды, потому что это телевизионные профессионалы, и тут как бы абсолютно профессиональная критика, без которой мы жить не сможем, потому что мы так развиваем друг друга. Ну и моей мамы, Эльвиры Георгиевны Канделаки. Вот когда Эльвира Георгиевна мной недовольна, я очень нервничаю, потому что Эльвире Георгиевне нервничать нельзя. А когда, как бы, вы знаете, про меня пишут, ну, это, наверное, правда, вы знаете, жизнь и судьба. Я в 16 лет стала ведущей, в 16. В 17 меня уже узнавали на улице. Я абсолютно телевизионное животное. Я привыкла к тому, что я иду, на меня смотрят, меня обсуждают, меня критикуют, меня ругают, меня ненавидят, меня любят. Я в деталях это уже проходила. Все говорили, что эта программа никому не нужна, невозможно, никогда не будет цифр, это просто провал, надо убрать с канала. Потом дали ТЭФИ, похвалили, подняли на пьедестал, как бы, и, собственно говоря, вот эти американские гонки в моей жизни по сей день не заканчиваются, чего и вам искренне желаю, потому что без американских гонок жить неинтересно. Можно всю жизнь идти по прямой, но и на прямой тоже можно споткнуться и упасть. Если уж падать, то в американских гонках так хотя бы веселей. Ну, а если говорить о теме, что стало воистину, трендовой для всех, живущих в России в последние месяцы, то тут безусловным лидером, без всяких социологических исследований, ясно, является погода. И хоть утверждал Эльдар Рязанов, что у природы нет плохой погоды, никто не согласен с таким маем, что мы проживаем. Впрочем, как и с апрелем, что с трудом перенесли. И уж тем более не хотим ничего подобного в погоде в три, всего три летних месяца. Что же ждать от погоды? На этот непростой вопрос в рамках климатической недели в КФУ попытались ответить самые, что ни на есть знатоки в теме – специалисты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета. На пресс-конференции, что прошла 22 мая, они дали прогноз. И вот ведь, что обещали на 25-26-е, почти точно свершилось. А ведь на июль, например, они прогнозируют температуры выше нормы. Как тут не поверить? Во всяком случае, очень хочется верить в науку и ее точные прогнозы. По инициативе советника президента Российской Федерации по вопросам климата Александра Бедрицкого в мае в регионах России проводятся климатические недели с целью популяризации знаний о происходящих и ожидаемых климатических изменениях. В рамках климатической недели 22 мая прошла пресс-конференция в Татаринформ для представителей СМИ Республики Татарстан. Мы видим, что по-другому начали расти растения. Мы знаем о том, что по-другому стали распространяться болезнетворные какие-то организмы. Почему? Потому что зима становится теплее. В этот период не происходит гибели вот этих вот опасных организмов в почве, в воде и так далее. И это уже является как бы опасным последствием для людей и для окружающей среды. Что ждать нам в ближайшие дни, сообщил Феликс Гоголь, доцент кафедры метеорологии и климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ. Днем завтра температура чуть-чуть может быть выше на 1 градус, 10-15 градусов тепла в Республике. А вот уже на 24-25 мая начнется рост температуры воздуха в нашей Республике. Температурный фон в дневнице составит на 24-16-21, а на 25 мая 17-22. Но отчаиваться не стоит, так как лето предстоит быть теплым, а в июле температура ожидается выше нормы. Ну и напомню, что у нас не просто обзор событий и гостей недели, но еще и шоу-обзор. А потому наступает время для этого самого шоу. 22 мая Николай Басков представил в Казани свое грандиозное эстрадное шоу «Игра». Что тут для нас важно? А то, что накануне в шоу Руме Казанского федерального университета, о чем мы вам уже рассказывали, Николай Басков обещал исполнить свой хит «Шарманка на татарском языке». И для этого специалисты кафедры национальной журналистики, высшей школы журналистики и массовой коммуникации КФУ, специально перевели для него песню на татарский язык. И свое обещание Басков сдержал, исполнив полученный текст перевода «Шарманки» на своем шоу, что стало одним из главных и самых громких событий в мире российской эстрады и ее почитателей. Я на этом прощаюсь с вами на неделю. А вы смотрите и слушайте сами, как звучала «Шарманка на татарском», и получайте удовольствие. Тем более, что, вспомним прогноз погоды, нам специалисты обещали на лето хорошим. Песня «Шарманка на татарском» Песня «Шарманка на татарском» Песня «Шарманка на татарском» Песня «Шарманка на татарском»